А сейчас мы хотим запросить до вас отца Генриха Яблорского. Он сам приехал до вас из Польши, но служил 18 лет в Украине. Он уже 20 лет честно связан с Маджигорием. И он хочет снова поделиться своим господином и Маджигорием. Запрошу меня. Слава Иисусу Христу. Я уже старый и поэтому буду пользоваться такими изобретениями. Простите, что я вас так беспокою немножко. Мои дорогие братья и сестры, хочу вас сейчас пригласить к тому, чтобы мы Бога подблагодарили. Меня всегда это удивляло и поражало, такое выражение, что на русском языке звучит «благодарить впрок». Благодарить, еще ничего не получив, благодарить, когда все начинается за эффекты, благодарить за дары, которые будут, благодарить за то, чего еще у тебя в руках нет. Отец Бронислав, который три месяца священник, он будет благодарить, между прочим, за то, что через 10 или 20 лет, а может 40, когда будет старым и беззубым священником, с палкой. Благодарить, что все эти годы был ведомой Богородицей, что она, которая избрала его для своего сыночка, которая приняла его в тот день, когда ушла его на ма. Прости, что я пользуюсь тем, что услышал, что подарила его на все годы его священнической жизни, когда еще не знала об этом, что будет священником. Ты мой сынок, ты мой любимчик, и каждый из нас сейчас давайте будем благодарить. Кто может, встаньте, кто может, встаньте на колени, кто хочет, просто сидите, просто чтобы мы сейчас соединились в литве благодарения. Господи, Господи, начнайте сегодня это все. Ты нас собрал, ты нас призвал на это место. Одних из очень близко, других страшно далеко. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что ты нас собрал на этой земле, на этой земле, которая сегодня является Украиной. На этой земле, которая сегодня терзая на раздором, которая нуждается в мире. Мы благодарим Тебя, Господи, что нас призываешь сегодня заступаться за всеми нашими братьями и сестрами, которые в страхе, которые бороют, которые улыбают крово над головой, потому что отняла война. Мы благодарим Тебя, что ты себя нам доверил. Хотел благодарить Тебя, Господи, за всех паломников, друг за друга, вот с правой, с левой стороны, те, которые в первых рядах в этом храме и которые в последних. Благодарим Тебя, Господи, за тех, которые соединяются с нами с помощью средств массовой информации, тех, которые борются с нами с помощью интернета. И благодарю Тебя, Господи, что Ты организуешь эту встречу, великая молитва о мире. Благодарю Тебя, Господи, за всех, которые посещали, посещают и будут еще посещать святое место, общаясь с Твоей Матерью и нашей Матерью Марией, за Меджугаря, за паломников, которые уехали туда и были совсем неверующими, за тех, которые полно обрали веру, и за тех, которые с глубокой верой ехали туда и укрепились, которые стали сильнее, сильнее в вере. Благодарю Тебя, Господи, за врачей, которые в течение последних лет с Украины, будучи неверующими, будучи убийцами нерожденных детей, ехали туда, чтобы открыть эту страшную тайну о себе, о своих окравленных руках. Благодарю Тебя, Господи, за тех медиков, которые... ...душевно-духовно-физически-увечная зона, и за то, которые там встретили Твою любовь, встретили любовь в Меджугорье. Благодарю Тебя, Господи, за духовных лиц, священников, среди которых я, за епископов, за монахов, монахи, которые посетили и посещают Меджугорье. Благодарю Тебя, Господи, за тех, кто организует и это мероприятие, эту встречу, это прославление, эту школу, школу матери, школу Госпе, школу Марии, за общину Свет Марии. Хочу еще поблагодарить за визионеров, за Вицку, Ивана, Иванку, Мириану, Марию, Якова. За все слова, которым Ты их утешал, Ты их вел и ведешь, и те слова, которые через них, и мы получаем как наставление, как слова утешения и любви. Боже, благодарю Тебя за эту встречу, за ее плоды, которые сегодня не видим, а которые верую, огромные, которые будут проявляться изо дня в день в нашей личной жизни, в жизни тут, на Закарпатье, в жизни народа Украины, народов, которые собрались сейчас на этой встрече, которые молятся с нами вместе. Слава Тебе и честь. Заступничеством Богородицы Девы Марии, Святого Мартина и всех наших небесных покровителей через Христа Господа нашего. Аминь. Присаживайтесь сейчас, уже точно. Еще раз приглашаю всех, чтобы, простите, если буду выражаться некорректно, используйте священников. Кто-то может исповедовать только по-польски, вот отец Иосиф, отец Бранко может по-словенски, по-словенски и по-немецки, если кто-то хочет. Отец Мирон здешний хозяин практически. Это полиглот, который может, наверное, в трех или четырех языках. Я сейчас не могу вас исповедовать, но потом споймайте, заставьте, свяжите руки епитрахилом, стулой. Будет хорошо. Используйтесь. Давайте использовать это время. Мы, когда ходили в паломничество, великое паломничество в Польше, есть Ясна Гора, или в Ченстухову, да, в паломничестве ходили, и такой старенький священник говорил, на Ясную, на Ясную Гуру без исповеди, то только Шведии. То значит, в паломничество или в путь при Святой Богородице без исповеди, то только шли те, которые хотели заграбить Польшу, шведские войска, чтобы мы таким не оказались, чтобы эта встреча действительно нас преобразила. Разрешим на это Господу. Мои дорогие, я должен сказать что-то больше о самом себе. Мне 45 лет сегодня. В 1996 году я стал священником, и в том же году я приехал служить в Украину. В Украине попал на первый мой приход в Запорожье, и поэтому разговариваю сегодня на русском языке. спустя тот момент, в 1996 году я служил 18 лет в Украине и практически всегда разговаривал или пользовался русской, российским, русским языком, русской речью. Поэтому вы будете вынуждены сегодня, слава Богу, что будете слушать на русском языке. В 1996 году я столкнулся с тем в Украине, чего я не ожидал. Я постоянно думал, что я тут теряю свое священство, что я тут совсем не нужен. И когда, зажав зубы и кулаки, сказал, я вытерплю, я этот год выстаю тут, в Украине, и когда будут перемены, когда епископы принимают решение о переездах священников, о переселениях, что некоторых ждет, тогда я соберу свои шмотки и убегу из Украины. Но в апреле 97-го года, то есть спустя каких-то там полгода, я не знал об этом, пригласила меня Матерь Божья в Меджугорье, страшного скептика. Я не хотел туда ехать, но мой настоятель, нынешний епископ в Запорожье, отец Ян Сабила, сказал, едь туда, разнюхай обстановку, что там происходит, доложи, и что мне было сделать. Шеф сказал, я поехал. Я не думал, что кто-то сверхъестественным способом меня приглашает туда. поехал я и там услышал слова, которых опять не осознавал. Мир, мир, мир. Да будет мир между человеком и Богом. Да будет мир между людьми взаимно. Это, знаете, те слова на меня подействовали, знаете, как никак. Я ожидал сверхъестественных событий. Вот я то должен доложить был. А тут слова. А тут служба Божья на языке, которого поначалу не понимал на хорватском. Я не учил этого языка. я толком и русский не знал тогда, а украинский тем более. И слышал этот перевод на польский язык, таких слов, посланий Матери Божией, ничего не доходило. но оказалось в этом недельном общении с людьми, с теми паломниками, которые были вместе со мной, то, чего выразить словами было невозможно. я ехал туда подкованный, такой подбитый, знаете, тем решением, что Украина это наплевать мне на это все, побыстрее бы слинять оттуда. А тут получаю такой непонятный заряд, заряд какой-то благодати, что я начал успокаиваться. Конечно, Господь не решил этого за один день, я просто слишком такой каменный, наверное, такой твердый лоб у меня, страшно. Надо меня сильно стукнуть, а потом еще поправить второй раз и десятый раз доходит тогда. Получилось так, что я не знал, как это будет потом было быстро, это было в апреле 97-го года, потом приехал Папа Римский в Польшу, я был на этом общении, Господь мне показывал, как Он мне там, как я думал, в Украине хочет. В этом году я просто попадаю на встречу с Папой где-то высоко в горах, где ничего я не ожидал. У нас там было человек может быть 10, может быть 20. Можно было подойти к Папе Римскому в таких форс-мажорных обстоятельствах. Я тогда толком попросил о благословлении на мое служение. И где-то тут в затылке головы было такое спокойное в Украине. Но я боялся этого произносить. Прошло еще полгода в моем приходе в Запорожском простите не полгода вот после этой встречи я был дома сам один именно там в Запорожье не было других священников звонит телефон у меня собраны сумки чтобы уехать в Польшу и уже не возвращаться только когда вернется мой настоятель я соберу их и даже стряхну порох с моих ног чтобы уехать звонить телефон женщина очень очень на польском языке просит меня об исповеди я туда поехал бабушке было имя Вероника и она говорит отче дорогенький я ждала этого дня 70 лет чтобы поисповедоваться за все эти годы я никогда не имела возможности встретить католического священника и не могла поисповедоваться во мне все так шатнулось что я не знал что сделать с собой она поисповедовалась и говорила десятый раз буду исповедоваться сегодня последняя моя добрая исповедь была в 1927 году и была это девятая исповедь среди девяти первых пятниц месяца а Иисус обещал что тот человек который почитать будет мое божественное сердце через исповедь и святое причастие в первых девять пятниц месяца не умрет без исповеди я верила что это так будет но я не знала как и через вас сегодня господь дает мне такой дар знаете я ее с великим трепетом поисповедовал она исповедовалась обалденно это могу сказать она исповедовалась в таком порядке как будь то она постоянно ожидала где нибудь как нибудь в таких ситуациях когда совсем неожиданно будет вот на 5 минут поймает священника и тут надо все будет высказать она была простите за выражение постоянно готова к исповеди она все выложила год за годом события за событием все я помазал ее отпустил грехи помазал ее елеем дал святое причастие оказалось как вятык то значит в последний путь уехал я домой но уже не такой бодрый не такой решительный что я уже не вернусь через несколько дней может быть точно недели не прошло звонит мой настоятель отец ян и говорит знаю что только что мы вернулись с похорон этой старенькой бабушки которую ты исповедовал я знал что тот заряд мира который получил месяца три раньше в Запорожье это притягивание это притягивание Богородицы это не было какое где-то там предчувствие это реальное решение Бога Пресвятой Богородицы я хочу иметь тебя тут вот смотри смотри плоды нужно обнищать аж до аж до нуля нужно тебе поломать все планы все твои мечты положить на алтарь перед Богом тогда будут твориться чудеса знаете через полгода из этого события в моем приходе появилась статуя Матери Божией Фатимской я каждый день ходил к ней на коленях целовал ее стопы стопы и говорил спасибо тебе мама что ты приехала сюда что ты постоянно меня ведешь мои дорогие она укрепила так в моем сердце мир дала мне такое такое великое предвкушение ощущение неба которого невозможно передать я пытаюсь это делать и многократно такое делал и когда слышу себя думаю себе я ничего не сказал это такой дар величезный велик щедрый добрый дар полон любви спасибо тебе Мария за то что разрешила мне встретить тебя на своем священническом пути спасибо тебе что благодаря молитве розария розария я смог увидеть тебя своими духовными глазами я смог пойти за тобой спасибо тебе Мария что ты ведешь меня в моем священническом пути что ты моя мама и не только этих 20 лет в священнической жизни а также с самого дня когда моя мама ушла на небо то обе 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 мария обе 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 мария Абе, 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 Мария, Абе, 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 Мария. Абе, 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 Мария. Абе, 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 Абе замечаю что я очень много у меня очень много испаряется из головы я прошу прощения всех людей которых знаю в лицо а я забыл ваши имена да я забываю я забываю слова и постоянно это для меня учение что я постоянно нуждаюсь о том чтобы кто-то припоминал меня хэнью понизус чекоха я забываю это глупо а может хорошо чтобы я услышал иисус тебя любит ты любимый ты любимчик любимый сыночек пресвятой богородицы я в этом нуждаюсь я нуждаюсь в том чтобы припоминать себе те замечательные слова и думаю что нам всем этого нужно припоминать себе слова пресвятой богородицы девы марии мир 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 как же украине нужно этого мира как же этой этой земле измученной войной которая из-за которой много чего-то очень плохого случается кто-то скажет в украине еще эта война не такая страшная многие мои друзья в польше говорят ну что там произошло да война вроде бы есть но столько человек гибнет намного больше еще гибнет у нас на дорогах в автокатастрофах от каких-то простых заболеваний от гриппа не на что обращать внимание вот там такая такая катастрофа в италии землетрясение серия такое там переживает вспоминали в апреле этого года столетия великой великой катастрофы которая была народом армении когда погибло больше миллиона человек что там это маленькая война в украине кого это волнует уже мои дорогие мы тут живем это обязательно должно должно нас беспокоить матер божья напоминает нам об этом чтобы более уразуметь что есть мир что из миром между мной и богом а тут в моем сердце как нужно этого мира нашему в нашем общении между между священниками между родителями и детьми между мужем и женой что если не обратить внимание за то чтобы сражаться за него то может начаться война такая маленькая которой никто видеть не будет а только ты война которая разрушать будет твое сердце твою душу твое общение так же и с богом потому что винить будем тех которые нас окружают потому что в конечном итоге будем винить за это бога и и даже говорить марио где ты была когда такое у нас со мной происходило где ты была когда у моей мамы был инсульт и не нашелся врач который бы вот дал подал нормальные лекарства которые бы проявил свое медическое знание или хотя бы эмпатию чтобы спасти ее жизнь действительно может быть и где-то вокруг нас далеко или близко больше сражения более разрушительный этот беспорядок этот хаос и там может более было бы видно ту нужду мира но матерь божья говорит тебе сегодня и мне мир 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 да будет мир между человеком и богом и между людьми взаимно это наша встреча наверное и для того сегодня в украине спустя почти год когда проливается кров на украинской земле кровь не нужная потому что ни одна война не является чем-то хорошим хотя некоторые говорят что война защиту своей сущности меня самого моей семьи моего дома моего отечества моей ветчизны это справедливая война а а а а а это будет связано с великим вмешательством злого духа а когда большой дар долго имеем перестаем его к сожалению ценить когда такое мнимое мирное время не видим как это хорошо когда ты не попадаешь в больницу лет 20 30 или 40 как ты не знает как клёво что у тебя обе руки работают что эти пальчики сгибаются как надо когда не надо тебе к зубнику идти к зубному врачу у тебя все зубы стукают классно не больно тебе это так нормально и нужно когда-то увидеть когда потеряешь я никогда не благодарю за то что вижу за то что кушаю простите за то что спокойно могу сходить в туалет сам они меня занесли туда и принесли обратно когда у нас есть мир мы за него не умеем благодарить 27 июня в 81 году когда Матерь Божия сказала такое слово первого послания в Меджугорье и попросила о том чтобы молиться о мире когда представила себе я царица мира то некоторые говорили стукаясь по голове по голове у нас тут классно мир дружба жвачка все отлично складывается процветает страна Югославия не поняла что ее что у нее предстоит лет 70 раньше в Фатиме когда Матерь Божия говорила о том чтобы Франчиш Францишку Жасинта и Лусия молились о мире о защите потому что идет огромная страшная война чтобы молились за свое отечество послушали они послушали они не прозевали простите за выражение не упустили этого призыва Матери Божией мамули к тому чтобы дорожить своим миром дорожить спокойствием в своем отечестве может быть мы слишком сильно забыли именно об этом что мир это очень хрупкое это хрупкий дар за который надо постоянно который надо опекать за который ну я не хотел бы говорить не приходит мне другое слово сражаться воевать потому что говорю о войне за мир это глупо но если любишь мир то проси Бога и он об этом просил молитесь о мире потому что не в ваших руках его содержание его сохранение это мой дар только дорожите этим даром в Украине также дай Боже чтобы чтобы мы так ценили мир может быть это это война которая так далеко отсюда отсюда это тысячу километров хотя одна страна но если мы ценить не будем этого мира этот эта война может тут родиться и никак ее оттуда не выправишь потом не сможешь ее выдворить из себя тот Божий мир который дает Богородица которая и спрашивает его он реально для сохранения или для возобновления только Божьими руками Матерь Божья 2 марта 2 марта 2 марта этого года припоминала нам дорогие дети в это благодатное время всех вас призываю к обращению деточки вы мало любите и еще меньше молитесь вы потеряны и не знаете что я что являетесь вы потеряны и не знаете что является вашей целью возьмите крест смотрите на Иисуса и следуйте за ним он дает себя а что смерти на кресте потому что он вас любит деточки призываю вас вернитесь к молитве сердцем чтобы в молитве найти надежду и смысл вашего существования молитесь о мире молитесь 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 столь раз пресвятая богородица припоминает эти кто-то говорит жутко простые слова давай что-то другое мы об этом столько раз слышали значит слышали мало значит слишком мало мы себе припомнили или мы слишком ты я мы слишком уверены в себе не в моих руках этот мир не в моих руках его сохранение он у богородицы господ наша небесная мама в меджугорье в течение этого года многократно припоминает о том чтобы вот обратить внимание на слово о мире и когда мы сегодня тут собираемся еще раз я обязан наверное сказать чтобы мы не забыли о молитве в общем о мире о мире который не только является отсутствием той внешней войны стрельбы но о мире который 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 есть в сердце о мире который за который я благодарю бога который начал меня пронизывать от моей первой встречи с матерью божьей в меджугорье я этого желаю всем нам чтобы такое мы ощутили и чтобы возобновляли постоянно когда идешь к исповеди уже столько раз я когда шел к исповеди думал себе я сам когда шел чтобы поисповедоваться не чтобы исповедовать других это тоже классно но когда я сам просил о милосердии подымался с коленей после исповеди и думал себе боже какой я счастливый сколько у меня тут покоя что это не существует что за мной позади что я такой легкий сейчас что во мне обитель обитель Духа Святого Пресвятая Богородица 25 мая в этом году опять припоминала дорогие дети мое присутствие это дар Божий для всех вас и побуждение к обращению сатана силен и хочет внести в ваши сердца и мысли хаос и беспокойство потому детки молитесь дабы Дух Святой вел вас истинным путем радости и мира в исповеди когда разрешишь себе на неосторожность чтобы высказать все чтобы излить всю свою боль греховную туда заходит со всем своим всем могуществом Святой Дух там есть действительно святыня там есть санктуарий великий санктуарий обители Бога там есть ковчег завета Дух Святой обитает я имею такую великую радость от того что с одной стороны ощущаю когда я я одарен этим но это такое чудесное что я будучи священником могу там делать такое пространство для Духа Святого пространство обитель для Просвятой Богородицы что там могу извините за выражение вложить трое единого Бога Отца и Сына и Духа Святого в своих обращениях к нам мои дорогие нисколько раз освещает свои первые слова эти о мире о том чтобы Пресвятая Богородица говорила мир 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 да будет мир между Богом и человеком как быть то можно было разрушить этот мир да он разрушается а Матерь Божья говорит как его восстанавливать как подниматься как обрести вновь надежду мир и любовь буквально месяц назад даже меньше Матерь Божья говорит дорогие дети сегодня я хочу поделиться с вами небесной радостью детки откройте двери вашего сердца чтобы в нем возрастали надежда мир и любовь которую дает единственно Бог которые дает единственно Бог и никто другой не поддайтесь искушению что кто-то из людей может обеспечить порядок спокойство душевное духовное нет только Бог дает мир надежду любовь только он является источником всех милостей всех даров и наконец еще одно через визионерку Мириану Матерь Божья как-то так классно говорит о нас что мы являемся что Матерь Божья хочет иметь нас апостолами мира теми которые раздают этот мир которые творят мир в послании с прошлого года с ноября Матерь Божья говорит сегодня я всех вас призываю молитесь в моих намерениях мир находится в опасности поэтому детки молитесь и будьте носителями мира носителями надежды в этом неспокойном мире где сатана нападает и искушает всеми возможными способами детки будьте сильны в молитве и храбрее в вере я с вами я с вами и заступаюсь перед моим сыном иисусом за всех вас я с вами будьте апостолами мира будьте носителями теми которые творят мир потому что прежде всего разрешают чтобы мир был в ваших сердцах богат Благодарим Тебя за Святую Церковь, в которой Ты действуешь и в которой даешь нам Твой истинный мир. Богородица, спасибо Тебя. Радуйся, Мария, благодать и повна, Господь с Тобою, благословенна Ты между женщинами и благословенный плит лона Твого Иисус. Свята Мария, Мати Божа, молись за нас, грешних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Ісусу Христу. Даруй нам мир, даруй нам мир у нашим серцю. Исусе, даруй нам мир, даруй нам мир у нашим серцю. Исусе, остане Ту, Господине, остане Ту, Господине. Даруй нам мир, даруй нам мир у нашим серцю. Исусе, даруй нам мир у нашим серцю. Исусе, остане Ту, Господине. Исусе, остане Ту, Господине. Даруй нам мир, даруй нам мир у нашим серцю. Исусе, остане Ту, Господине. Исусе, остане Ту, Господине. Исусе наш. Исусе, остане Ту, Господине. Исусе, остане Ту. Даруй нам мир у нашим серцю. Субтитры создавал DimaTorzok